Сезон тыквы в самом разгаре. Рыжая царица полей – это настоящий кладезь витаминов. В ней содержится бета-каротин. Он защищает нашу кожу от старения, благотворно влияет на зрение и наш иммунитет. Как приготовить блюдо из тыквы, мы узнаем у шеф-повара. Привет, Денис! Привет! Я к тебе, как обычно, не с пустыми руками. У меня есть вот такая тыква. Что будем готовить? Я думаю, можно из нее приготовить тыквенный крем-суп с креветками. Денис, тут на столе много всего. Что нам понадобится? Для нашего супа нам понадобится, соответственно, тыква, репчатый лук, корень сельдерея. Он придаст такую легкость и свежесть нашему супу. Розмарин, соответственно, креветочки. И вот я уже подготовил ароматное масло, тоже с розмарином. Нарезаем вот такие на мелкие слайсы, чтобы быстрее наша тыква приготовилась. Можно с сахаром сразу, можно сразу с солью, специями посыпать, растительным маслом и запечь. Так будет даже полезнее. Как делается ароматное масло? Берется обычное растительное масло, разогревается, обжаривается с розмарином и еще, если можно, осталось там чешуя от креветок бросать в это масло. Да, и на этом масле уже мы обжариваем репчатый лук и сельдерей. То есть аромат будет вообще сумасшедший. Ясно, это такой лайфхак телезрителей, запоминаю. Вообще нужно солить и торчить каждый продукт. Ну, то есть соль раскрывает вкус у каждого своего продукта. То есть мы посолили лук с сельдерей, сейчас мы посолили тыкву. Убавляем огонь и оставляем минут на 40 на слабом огне под крышкой, и она будет томиться. Денис, а для чего вот у нас эта вода? Она понадобится, то есть мы обжариваем сейчас тыкву с овощами, немножко заливаем воды, чтобы не подгорало дно, то есть к нашей кастрюльке. Наша тыква с овощами уже приготовилась, осталось только пробить блендером. То есть чтобы не было комочков и все надо однородность? Да, да, однородность, обязательно. Денис, это такой интересный процесс, а можно я попробую? Да, без проблем, конечно. Главное костюм только не запачкать. Да, только и надо наклонить. Ради сюжетов мы готовы на все. Но мне кажется, это еще не все. Нет, это не все, то есть у нас тыквенная основа готова, сейчас мы добавим туда сливки, все это прогреем, и то есть сам суп уже готов. Потом мы будем жарить наши креветки. Они как такая вишенка на торте, но только на суп. Да. Сливок не особо много надо, чтобы не было он носом слишком жидким. А сколько процентов должны быть сливки? Ну тут в зависимости от того, кто как следит за фигурой, то есть можно и 30%, и 20%, но не меньше 20%, потому что легкие сливки 10% они нам не дадут ту густоту и то, что мы называем крем-супом. Добавляем наш апельсиновый перец. Слушай, а расскажи, что за апельсиновый перец? Никогда про него не слышала, чем он отличается от обычного, там, черного? Ну, он с добавлением апельсина, цедры апельсина, цедры лайма. То есть он дает такой цитрусовый, сладко-кисло-сладкий вкус. Нотку такую? Да. Пусть эта осень будет вкусной и теплой. Ксения Баканова, Денис Келлистратов, Константин Головин. События.